Кормление собак и кошек. Главное, лучше всего не начинать разводить животных, если они не в идеальном кондиции состоянии. И мы не рекомендуем добавление кальция, потому что если животные ест более энергии питания, то там достаточно кальция для того, что им надо. Это тогда меньше риска и клампсии и всего остального. Вот эту табличку, которую я вам сделала, энергия, конечно, поднимается где-то 50%. Разница между котами и животными, что когда они набирают вес. Коты, в отличие от собак и людей, набирают вес в основном в течение всей беременности. Их нужно, когда, если это разводные коты, когда они, вы знаете, что они беременны, нужно менять их на еду для котят. Или еду специально для животных, которые разводятся. Они теряют этот вес к моменту, когда котята начинают есть сами. И требуется большинство энергии, от них требуется где-то к седьмой неделе, когда они кормят котят. Хотя больше всего молока производится где-то на третью неделю. То есть начинать их кормить еду, вообще-то и собак, и котов, сразу после того, как они беременны. И для собак они набирают вес где-то в конце, в третьем половине беременности. И в этот момент нужно добавлять больше еды. То есть лучше начать еду для щенят, для беременной собаки раньше, чтобы они привыкли, чтобы спокойно перешли на новую еду. Но дополнительное питание начинается только в последнем этапе. Мы добавляем, мы не добавляем кальций, потому как, если они едят больше еды, это получается. И я вам быстренько один пример приведу. Это был гладкошерстный ретривер. Его кормили вот этими продуктами столько, сколько собак в неограниченном количестве. Все щенята были серые. Это было до этого. Иногда это относилось к генетике, но в основном это всегда недостаток кормления. В данном случае все щенята серые. Мы сделали анализ, посмотреть даже на их, если вы смотрите на их, это шерсть, да, под микроскопом. Вот это нормальный. Вы не видите, извините. Сейчас. Ага. Сейчас. Вот это нормальный кортекс и медула. У них совершенно не было совершенно пигмента. Я не буду вдаваться в подробности метамолизма, но покажу вам анализ диеты. Все диеты хорошие, но они были не предусмотрены для этого животного. У нас был недостаток... Медь. Спасибо. Меди, недостаток амина, синтеразин и филаланин, если сравнить с рекомендациями. И даже когда щенки, потом уже, тоже был недостаток. Но в основном был недостаток в течение беременности и потом, когда больше всего их кормили. Я не буду вдаваться в подробности, но мы видели на анализы крови, это была нормосетик, hypochromic anemia, то есть MHC, низкая, нормосетик, которая очень часто меди, дефицит меди. И когда мы померили специально меди в крови, это тоже было все на низком уровне у всех щенят и у самой собаки. И для таких животных, например, у которых очень много пигмента, много меланина, это очень важная суплементация, что там достаточно и меди, и фениланин, и теразин. То есть все это должно быть подсчитано в зависимости от породы животных, с которыми вы работаете. Это немножко проскочу. Как кормить? Разница сухой корм, консервы и так далее. Все есть плюсы и минусы. Если вы смотрите на сухой корм, конечно, это легче, это уже сбалансировано, все готово, легко для клиентов их кормить. Для котов это изи, потому что они могут пойти, поесть, уйти. Это мимик натуральных, как они обычно питаются. Плюс, конечно, для зубов это прекрасно, потому что очищает и полезно. Недостаток, конечно, например, для животных, как коты, им нужно больше воды, то есть она должна быть в более большем количестве. И очень часто они на сухих кормах пьют меньше, чем они даже должны, если посмотреть. В некоторых ситуациях сухие кормы у нас лучший выбор, потому что, например, кормить большую собаку большой породы, диету, которая сделана дома, это тяжело и дорого, потому что 20-килограммовая собака будет есть полкилограмма мяса в день, чтобы, как минимум, чтобы была нормальная сбалансированная диета, и дешевле кормить ее сухими продуктами немножко легче. Консервы для котов часто, особенно в преклонном возрасте, больше потребление воды, легче немножко для почек. Они очень часто едят меньше, когда они едят консервированные продукты, и тогда не так быстро набирают вес, как они, например, набираются на сухих продуктах, которые иногда они даже не жуют, а просто глотают. В смысле, может быть, если у вас вопросы есть о сырых, которые сейчас очень популярны, очень часто сырое мясо, если это сбалансированная диета с добавлением не только костей, но кальция, омега-3, например, это рапс масло, подсолнечное масло, которое не оливковое масло, конечно, которое богатое в омега-3, и сбалансированная диета, витамины и все остальное, нет проблем, мы не всегда поддерживаем сырые продукты просто потому, что уровень бактерий, даже компании контролируют, анализируют, там всегда есть бактерии. Иногда они совсем нехорошие, и особенно если животные не совсем здоровы, иммунитет и так далее, это одна причина, почему не кормить, а вторая, семьи чаще всего детки дома. И собака, которая ест сырое мясо, это точно так же, все это облизывается и так далее, то есть это по-английски public health, это здоровье людей, которые окружают это животное. То есть сырые продукты мы чаще всего не поддерживаем. Еще один пункт – это усваиваемость. Если белки слегка приготовлены, не долго, но только слегка, это может убить бактерии и немножко легче усваивать. Но очень много людей, недостаточно исследовательских знаний по этому поводу, поэтому пока это просто мнение, а не… К нам компании приходят для сбалансированной диеты, сырой диеты. Мы часто помогаем им сбалансировать, но всегда пытаемся уговорить их, что рекомендация была тоже, как ее слегка приготовить. Ну а про остальное мы уже говорили. Как кормить животных? Каждая ситуация разная. Иногда это, например, для щенят и для кормлящих собак и кошек свободный выбор в неограниченном количестве. Чаще всего они могут регулировать себя лучше, чем мы можем это подсчитать. То есть это мы поддерживаем. В других ситуациях у нас есть два выбора. С одной стороны, ограничить время, когда животное ест, то есть у него сколько он хочет есть, но 15 минут дважды в день. Это регулирует немножко количество энергии, которое они едят, но не подходит для котов, например, потому что они должны все-таки есть более чаще, чем только два раза в день. Это натуральная у них потребность. Но больше всего мы поддерживаем контролировать количество, то есть подсчитать, посмотреть, сколько требуется, и потом либо оставлять это в течение дня, либо оставлять это в какие-то промежутки времени. Но таким образом, когда владелец кормит животного в какое-то время, какое-то определенное количество еды, легче заметить, если есть проблемы. Особенно если больше, чем один кот или одна собака. Животное перестает есть, вы видите, что он перестал есть. И они не приходят с котом, у которого, я не знаю, камни в мочевом пузыре, и он не может ходить в туалет три дня позже, они придут раньше, потому что этот кот вначале перестанет есть. Поэтому иногда это помогает. Разные медицинские проблемы раньше. Домашнее приготовление еда, если она сбалансирована вами, если вы добавили кальций, витамины, и то, что владелец готовит, это качественная еда, то почему бы и нет. Единственное, что у вас, конечно, нет информации, когда эту еду ест огромное количество собак на протяжении огромного количества времени, когда это разные возрастные группы ест эту еду. Получается, что когда делается еда домашнего приготовления, это экспериментальная еда, и экспериментируем на этом животном. Но она тоже может быть сбалансирована, хорошего качества, и в некоторых ситуациях это единственный выбор. Когда есть животное, уколя второго болезни не сочетается, идеальная диета, единственный выбор это сделать еду домашнего приготовления, потому что нет другого выбора, значит, это помогает. А иногда это единственное, что они будут есть. Чаще всего собаки с почки, болезни почки и так далее, и коты, им легче есть еду домашнего приготовления, тоже бывает. То есть это в зависимости от ситуации. Как смотреть на коммерческие продукты? Мы обычно, конечно, посмотреть на состав, многообразие вкусов и так далее. Если выбираете для этого клиента, может быть, в один момент это кот-собака ест один вкус, потом в другой, то есть немножко есть выбор. Требования к этикетке. В многих странах требования к информации на этикетке различаются, но для нас, как ветеринаров, важно помнить, что это тоже реклама, что некоторая информация это достоверная, действительно, а некоторые все-таки для того, чтобы уговорить, что это хорошее. То есть является ли питание полноценным и сбалансированным, будет указано на этикетке. Чаще всего, если не указано, то, может, напишут, что только для нерегулярного и дополнительного кормления. Тогда это более как лакомство. Но если написано, что это полноценная сбалансированная еда, то это уже плюс. И эту диету можно кормить на протяжении длинного времени. Как мы смотрим? Это какую объективную информацию предоставлена на самой упаковке? Химический анализ, насколько он полноценен? Не только один, два, три ингредиента, но полностью может быть даже количество энергии. Очень часто там нет сколько воды, например. И для меня это трудно анализировать, если я не знаю, как пересчитать. Или еще что-нибудь я могу угадать, но все равно. В зависимости от компаний, они могут дать информацию, мы звоним, спрашиваем, есть ли информация по опыту по кормлению. Провели ли они эти опыты, результаты этих опытов. Тогда мы знаем действительно усваиваемость этой пищи, которая... Ингредиенты в составе корма разного качества, конечно. Но это не значит, что это нехорошая еда, если она сбалансирована, если все правильно сделано. Есть еда, которая хорошего качества, где использованы как для белка перья, которые гидролизированы. То есть, по идее, ингредиенты не очень хорошо усваиваемы, но так как он подготовлен, это отлично для животных, у которых аллергия или еще что-то. То есть, это зависит от еды. Нерегламентированные выражения, типа целостные, пригодные для употребления в пищу человеком, премиум, это не дает никакой информации нам, как ветеринарам, это более рекламное для владельцев. Оценка производителя и карма. То, что мне обычно интересно, тестируют ли они пищу перед выпуском, да? Какие из кормов тестируются и как? Чаще всего маленькие новые компании, они вкладывают финансы в анализ питательных веществ, проверить то, что они подсчитали, должно быть, в еде, действительно находятся в еде. Но следующий этап – это протестировать это в животных. То есть, мы кормим эту еду животным разного возраста и потом подсчитываем, что действительно усвоилось и что нет. И в зависимости от компании, конечно, вклад финансовый – это достаточно серьезный. Это не значит, что еда некачественная. Часто маленькие компании могут быстро реагировать то, что нужно владельцам или ветеринарам. Но опыт, знания у больших компаний, конечно, колоссальный. И они много вкладывают, много данных для анализа. Большое количество животных, которые едят их еду, то есть, они знают, что они делают. То есть, анализировать сами компании достаточно трудно. И реагируют ли они быстро на потребности владельца ветеринаров. Для меня, как диетолог, у меня немножко необъективная оценка. Иногда я хочу знать, кто разрабатывает корма. Есть ли у них специалист, кто подсчитывает это. То есть, не только просто кто-то, кто заинтересован, но сколько они вложили время, образование, знают ли они, как это подсчитать, правильно ли они к этому подходят, возможно ли получить полный анализ питательных веществ. Для меня это важно для подсчета для корма для собак и кошек. И чаще всего включая коэффициент усваиваемости. То есть, если я звоню, и мне эта информация возможна, то это просто замечательно. Ну и большой, конечно, плюс, когда они вкладывают, поддерживают научные исследования и ветеринары в попытке улучшить продукты и знания собак и кошек. То есть, если компания работает с многими ветеринарами, они пытаются изучить результаты, как их продукт работает для меня, это большой плюс, когда я выбираю производителя. Ну, в режиме я не буду повторяться, потому что мы это уже... Сейчас я начну вторую программку. Ай-яй-яй. Так. Ну, вы это уже знали. Значит, в этой лекции больше болезней, то есть специфические болезни. В основном я попыталась описать все, которые мы видим часто и которые мы... с чем мы занимаемся. А у меня два списка, даже три. И я попытаюсь быстренько проскочить. Я не знаю, что вам больше интересно. Общие заболевания. Вот эта часть интенсивная терапия. Цокритический пациент. И чаще всего это болезнь почек, печень, печёночный липидоз, калангит, диабет, кискетоацидотом, панкреатит, экзокрин-панкреатит, недостаточность и новорожденные критические парвовирусы и так далее. Это список всех разных болезней на английском языке, которые мы работаем в нашем университете. Программа уже не так давно, но в основном все группы, то есть и хирургия, и дерматология, и кардиология, все знают к нам обратиться, когда у них есть определённые вещи. То есть самое лучшее о диетологии, что мы в результате во всём вовлечены. И мы видим всех пациентов, хирургия только видит одну группу, а мы видим всё, что пришло и ушло, что очень даже замечательно. Вы видели эту табличку, это наши студенты так подсчитывают. То есть список всех проблем, возраст, всё, что нужно, а потом в зависимости от как это вверх-вниз уменьшить, увеличить белки, витамины и так далее, мы выбираем идеальную диету, смотрим, что пациент ест сейчас и меняем. Я не буду... Вот на этом вы знаете аналексия и проблемы. Единственное, что я хочу сказать, что когда критический пациент не ест, мы считаем, если владелец пришёл и говорит, три дня уже не ел, я считаю, что это пять. То есть к моменту, когда они заметили, что он не ест, уже прошло какое-то количество времени. Мы пытаемся в тот же день восстановить питание. Питание у нас идёт сразу же по расписанию со всеми остальными медикаментами и всем остальным. Мы оцениваем, как он продвигается вперёд. И для некоторых болезней это абсолютно критично, мы не ждём. Мы сразу как минимум устанавливаем трубочку через нос. Я не знаю, как часто вам это удаётся делать, но если честно, один-два раза это сделать, и потом это как по маслу. Единственное, что нужно установить, это так, чтобы мы обычно одеваем им это, чтобы они не вытащили это всё из носа. Но это очень легко поставить и котам, и собакам, если немножко... Да, пожалуйста. Чем вы фиксируете зону? Иногда... В зависимости. Иногда просто липкой лентой, иногда чаще всего в зависимости от животного, с лайдокейн, сучер, зашивание, да. Один шов и всё, да. А иногда даже некоторые пробовались этот вот суперглю, как это, ну, клеем, да. В зависимости от размера животного и необходимости. Но чаще всего шов, один шов. То есть лидокейн в нос... Ну, да. Если стабильный пациент, да. Если стабильный пациент. Мы делаем под наркозом, когда это идёт через пищевод в желудок. А если пациент нестабилен, то это просто тогда в пробофол. Just пару секунд, и это, это. Я, честно говоря, рука... Я не знаю, вам это интересно или нет, если хотите, я вам это... Но не бойтесь этого делать, потому что один раз просто сделать, потом это идёт как по маслу, и помогает потрясающе. У нас обычно как цена фельдшера, или технолог, который помогает ветеринару, ассистента, да. Он ценится, если он может уговорить животных есть. Больше даже, чем что бы то ни было. Не то, как они берут кровь или что-то, а вот если они могут, они быстрее идут домой и так далее. Мы считаем так. 3-5 дней максимум, и мы ставим... 5 дней максимум, мы ставим трубку. В начале через нос, в зависимости от животного. Иногда коты совершенно это не выдерживают, и мы никогда не даём стимуляторы для стимулирования аппетита, потому что чаще всего это либо не работает, либо очень на короткое время. И проблема в том, что когда они не едят, у них гиперметаболизм, их катаболический метаболизм. То есть они съедают свои мышцы, массу и так далее. И многие стимуляторы для аппетита, они делают то же самое. А задача диетолога – вывести их из катаболизма и вернуть в нормальный метаболический процесс. Поэтому мы с едой не ждём. Мы считаем, что они должны есть, и буквально мгновенно ставим трубки. В основном мы, конечно, это всё... Если это трубка, то это молочная диета компании, которую мы... Если вы ставите трубки, которые... Эсофаги, которые через пищевод, да, через шею, то тогда, конечно, выбор еды гораздо больше, потому что больше может пройти через трубку. Если она застревает, мы... Обычно Кока-Кола. Немножко Кока-Колы, оно всё это прочищает. Да, пожалуйста. Мы используем... Это в зависимости от клиники. Разные клиники обычно покупаем... Как это, компания... То есть Royal Canin делает Colvalescence диету. Можно, конечно, сделать и своим, но лактоза в молоке, конечно... Да. И мы не используем молоко из-за лактозы. В принципе, если вы дадите что угодно, то это тоже хорошо. Мы обычно покупаем молочные диеты, которые... Да, смеси, которые более сбалансированы. Но Royal Canin делает, например, Convalescence diet. Вот, кстати, это хорошая, это отличная диета. Всё, что угодно для котят, пойдёт. Потому что у них, особенно для собак, потому что котята требуют гораздо выше белки, гораздо выше жир. Это прекрасно. Да, у меня уже зацикливается. Извините, я не подумала. То есть это пойдёт прекрасно. И это очень легко. И особенно вот щенки Parvovirose, мы говорили об этом раньше, лучше сразу, как только они приходят, сразу установить это, пока они ещё не совсем это, с вами дерутся, сразу попытаться контролировать рвоту, потому что они могут вырвать, конечно, всю эту вашу трубочку. Но как только они начинают есть, это мгновенная разница. За три дня они домой. То есть это большая разница. Дальше. Ну, я быстренько немножко. Просто это один из пациентов. Я не буду вдаваться. У нас мы всегда говорим, что животное начнёт есть, когда ему лучше. Но животное будет чувствовать себя лучше, когда он ест. То есть это... Чем раньше, тем лучше стабилизировать пациента сразу с поддержкой. То есть мы сразу... Вода, продукты и так далее. Чем дольше вы ждёте, чем дольше они... Вот это я немножко скажу. Refitting syndrome по-английски. Честно говоря, я не знаю по-русски. Когда вы начинаете их кормить... Я вам сейчас покажу. Конечно, если они уже не ели пару дней, нужно чаще всего проверить после этого уровень магнизия, кальция, калий, да. Калий, соль и глюкоз, сахар в крови. Потому что вы можете иметь очень серьёзный дисбаланс. То есть когда мы начинаем кормить животных в критической ситуации, мы даём им на первый день только третью часть того, что они должны есть при базовом метаболизме. Вот это мы подсчитывали с вами resting energy requirement. То есть то, что каждый день это животное должно есть, мы даём им на первый день только треть. Из-за боязни, что так как они не ели давно, и минералы у них теперь уже в клетках исчерпаны, если сейчас всё это пойдёт обратно... У них вот refitting syndrome. То есть... Да, вот это оно. То есть с этим надо осторожно. Всегда надо начинать только треть. Я потом покажу, как им... Только треть. Когда этот пациент ест треть, тогда мы увеличиваем им тогда две трети того, что он должен есть каждый день. И потом на... Потом на... Целиком, да. Целиком для пациента, который госпитализирован, это вот этот вот resting energy requirement, формула, которую я вам показывала раньше. Разные методы её подсчёта мы обычно считаем так. И жаль, что мало времени, чтобы я могла вам немножко больше рассказать. Для... Когда... В зависимости от болезни мы постепенно увеличиваем количество еды до нужного уровня. То есть начиная с одной трети вот этого базового метаболизма, для некоторых это будет гораздо выше. Например, если у них... Сепсис, это... Да. Полтора. Да, спасибо. Полтора. То есть чем быстрее вы дойдёте до этого уровня, тем лучше. Один из наиболее критичных пациентов, которые нужно кормить сразу, это болезни почек. Когда к вам пришёл... Когда пациент и владелец хочет что-то сделать, может что-то сделать для этого животного, если животное... Кидни фейля, почки... Когда? Как? Недостаточно, да. В этой ситуации, если он не ест, он будет использовать мышцы для того же белка, который ему нужен. То есть животное, которое не ест, всё равно будет азотимик, то есть повышенная креатинная... Потому что он пользуется своими мышцами в качестве еды. Диеты в этом случае нужно сразу для болезней почек. Чем раньше вы начнёте, тем лучше. И если вы отправите это животное домой до того, как он ест, есть шанс, что он начнёт дома есть лучше, но чаще всего нет. И он вернётся, и вы его усыпите. Вот это один из критических, который действительно должен есть каким угодно манером и определённую диету низкую, в белках высокую, в жирах. То есть, если животное не ест 3-4 дня, мы сразу устанавливаем трубки. Если есть доступ к желудку, то есть через нос, через шею или напрямик, то это лучше всего. Мы иногда делаем внутривенное питание, но, если честно, это и дорого, и нечасто. Это и не так полезно, потому что они слишком долго, это получается. Чаще всего это для животных, которые мы действительно не можем контролировать рвоту или что-то, панкреатит и так далее. То есть, мы не очень часто пользуемся внутривенным питанием, чаще всего в желудок. Ну, это просто пример одного из пациентов. Я не знаю, вы хотите посмотреть, или у него был панкреатит, низкие белки, альбюмин, плохо с сердцем, и пристопожилого воздушья и короткий нос. И вот это просто пример, как мы подсчитываем. То есть, мы смотрим, например, у него, по-моему, тоже была операция на желудок, панкреатит, у него был низкий уровень белка, проблемы с сердцем и, о, старая, пожила, престарелая собака. Вот. И вот это вот просто так, вверх-вниз получается, что здесь, например, всё правильно на энергии, ну, например, вернуться к протеину, к белкам. Белки для того, когда желудок мы пытаемся понизить, потому что это задерживает опорожнение желудка. Чем выше уровень белка или жиров, тем дольше это сидит в желудке, тем больше он будет, будет рвота. То есть, лучше давать углеводы, например, в этом случае. Тогда быстрее всё проходит. И, конечно, мы не даём совершенно клетчатку, потому что это тоже немножко задерживает, но это в зависимости от типа клетчатки. То же самое для панкреатита. Если это, вы хотите, чтобы быстро опорожнялся желудок, то лучше белки уменьшить. Но у этого животного низкие белки в крови и у него... Да, он требует это тоже для других болезней. В этой ситуации вы... Приоритет. Что важнее? В данном случае, конечно, панкреатит гораздо важнее. Он не настолько низкий на альбюмин, что нам... Если он ест что-то, этого будет достаточно, чтобы восстановить ресурсы, которые ему надо, поэтому мы в основном даём ему диету, которая для кишечника, которая с пониженным количеством немножко белков, которая легко усваиваемая и так далее. И точно так же для всех остальных. То есть, если у него рвота, то тогда соли, калий и клорид, потерянный, с рвотой или диарея, но в то же время это животное с сердечной недостаточностью, поэтому потасиум должен быть чётко урегулирован в этой ситуации и тоже решается приоритет. Большинство диет для желудочного, кишечного тракта всегда имеют больше соли, больше клорида, больше калия, под калий, для этого. То есть, это пример, как мы подсчитываем. То, что я вам сказала, как мы считаем количество еды, мы начинаем, мы обычно, даже вы с панкреатитом, начинаем их кормить почти сразу. Вначале даём немножко воды, если они ест, потом совсем немножко еды. Если нет рвоты с маленьким кусочком котлеты, которую вы сделали из еды, тогда мы даём больше. То есть, мы не держим их 24 часа или сколько, как раньше были иногда рекомендации не кормить, а потом кормить после этого. То есть, мы пытаемся начинать это сразу, но постепенно. То есть, вначале треть того, что он, по идее, должен есть, потом две трети. И если мы дошли до RER, то есть базовое количество энергии, это достаточно, когда он госпитализирован. Если мы можем дать ему больше, прекрасно, но в основном, если мы дошли до базового уровня, то у нас успех есть. Мы не вынимаем трубки из носа или то, что до тех пор, пока пациент не ест вот эту базовую необходимость сам. То есть, они прекрасно умудряются есть, пока трубка в носу. Без проблем. То есть, вначале мы предлагаем еду, если он это съел, разницу мы добавляем через трубку. И так продолжаем, пока он... И учим владельца, как это делается. То есть, вам тогда получается меньше работы, и они прекрасно это делают. Они чувствуют себя очень ответственными, и это всегда получается, если, конечно, есть время и возможность. А потом, вот это мы даем нашим студентам, или это просто подсчет, сколько он ест. Я не буду вдаваться в подробности, но просто здесь по количеству, сколько молока, например, было в день. Вот, разные клиники пользуются разными продуктами. Вот. Болезнь почек. Это очень сложная, конечно, система, очень много дисбаланса метаболизма. Вот, все, конечно, и кислотность разница, и аниме, потому что не производится, почки не стимулируют спинной мозг, и токсины от азотимии, и они не могут правильно, они ничего не могут на вкус, у них, конечно, в желудке раны, как язвы, я не знаю, заставить такого пациента есть трудно. Если вы хотите его спасти, то его заставить надо. То есть, чаще всего мы пытаемся, когда, если диагноз поставлен раньше, что почки, недостаточность начинается, то чем раньше вы переведете его на диету специально для почек, это вот, тем лучше. Когда он приходит к вам уже в таком критическом состоянии, это, конечно, немножко труднее, вот, и комплекс со всем остальным. Кроме того, во-первых, у них проблема с белками, а во-вторых, они развивают все, что вы кормите в клинике, чаще всего они не хотят больше есть дома. То есть, они помнят стресс и реакцию на, по-английски food aversion, к тому, что они ели, когда у них была рвота, после этого ничего этого они есть не хотят. Это проблема тоже. Я не буду, это немножко дальше. У меня была целая лекция про почки. У вас есть вопросы по поводу болезни почек? Немножко, может быть, я могу ответить, если это вам интересно. Да, пожалуйста. Анна Ленёва, это китолог, я думаю, вы знаете, рассказывала, что, например, если нет возможности кормить промышленными кормами, то есть, джиренол, кодэ, козовский, мясом выбора является свинина. То есть, так как высокожирный, малый, низкий, как относитесь вы к этому не выбираем особо, потому что, если вы, например, возьмете курицу, которая с кожей и со всем жиром, то это наиболее жирная, жирнее, чем свинина. тоже. А? Низкий уровень белка в свинине. Как-то можно какую-то альтернативу найти, потому что, ну, у нас на стационарном лечении очень недостаточно суббанки и, к сожалению, не прошло. Да. Мы не кормим определенный продукт, например, свинину, потому что свинина, в зависимости от того, сколько вы кормите, то есть можно, как, например, курица, да, если вы кормите курицу с кожей, да, то количество белка низкое по сравнению с количеством жира. Так или иначе, это должно быть компенсировано для собаки углеводами, то есть мы добавляем рис обычно, например, потому что это возможно, но картошка переваривается не так легко, как рис, но иногда картошку или что есть, в пропорции, что белка меньше, чем, вот я вам показывала в начале, чем минимальная рекомендация, чуть-чуть больше, чем минимальная рекомендация в книжке, то есть это было 4 грамма, да, да, то есть вне зависимости от того, какое мясо мы их кормим, это может быть рыба, очень даже хорошо, потому что там, во-первых, эти омега-3, которые антивоспалительные против печени, но она, конечно, тоже дорого, то есть в основном это комбинация между, даже это, ну хлеб, немножко много соли, то есть что-то, что дает углеводы в больших количествах и кусочек мяса поменьше, у нас нет такого особого рецепта, который, вот столько-то мяса, граммов, или это. Лучше всего, есть некоторые вот балансы в Соединенных Штатах, можно там подсчитать, можно, если вы дадите, я не знаю, не могу сказать, там одна часть мяса и три части, там, да, каши, то это, но, лучше всего, конечно, подсчитать, но это не зависит от типа мяса, потому что, если мы даем мясо, которое нежирное, мы добавляем масло, не масло, а подсолнечное масло или рапсовое масло, да, в основном. Большое, спросим еще, пожалуйста, по поводу риса, рис нужно давать полностью в разваленном состоянии для высоте киселя, это действительно информация, потому что мы, я считаю, источники и, как вы, расстояние разделили. Я думаю, что нет, просто после этого это в основном, добавляете, мы просто варим он до тех пор, пока его легко можно с ностарданного, мягкого седа, да, я думаю, что нет. И если это для животного, вы можете его этим с миксером, да, да, то есть, если, его, конечно, надо варить, потому что, если вы его не сварите, он не будет усваиваться, но разваривать его, я думаю, не надо, потому что, чем дольше вы варите, тем больше вы разрушаете все ингредиенты и питательные вещества, да, то есть, я думаю, по лимиту это лучше. Да. Да. То есть, есть такая рекомендация микрологии, если в очереди до 20, минимум, на литр, то рекомендуется промышленный корма, собак, не связывается с собак, а если повышается выше, то даже промышленный корма не приходится на университет, потому что я попробую на так, или как-то, в зависимости от стадии болезни, да, в этой международной оценке стадий, чем раньше, если он еще не совсем азотимик, чем раньше вы поменяете, тем лучше они это воспримут. И то, что мы знаем, это предотвращает прогрессию болезни, да, но в какой-то момент мы ниже, чем минимальные требования животным, мы не идем. То есть, иногда мы уменьшаем его еще и меньше, но ниже не идем. Но это, да, чаще всего это критический пациент, который уже, да, да. Но самое главное, ничего не получится, если он не ест. То есть, если вы, если он не ест вашу диету, не сильно, тоже трудно, потому что, когда, да, я знаю, со шпицом, дело в том, что, почему мы всегда кладем трубки, потому что, а, Да. А, окей. Ты уговорить кушай. Постепенно, маленькими, да, так лучше. У нас, если не кушают, то, что вы подсчитали, вот, ну, как минимум, какой-то минимум, тогда это отлично, тогда вы, вы все отлично сделали, да. Со шприцами мы никогда не кормим их, потому что стрессы, количество энергии, которое они тратят с нами бороться, да, тогда не имеет смысла. Не, я не поняла просто. Да-да, я подумала, отлично. Да-да-да-да-да. Значит, гипотобилиарная болезнь, ну, это просто главная информация. Должно быть достаточно белков, потому что вам нужно ардинин и таурин, и, конечно, витамин К, но если это, как вы сказали, в последней стадии, то мы уменьшаем это как ниже, чем лучше, в зависимости от симптомов. То есть, если есть энцефалопатия, когда у них как? Да, душевные системы, то мы унижаем чем до минимального процента. Ну, добавляем диуретические, конечно, и уменьшаем соль и хлорид, если повышенная hypertension или жидкость слишком много. Я не буду вдаваться, если вы хотите сфотографировать. Еще, что мы делаем для печени, мы добавляем лактюлоз, ну, стандартно это, сами антиоксидант для глютатиона, и силимарин, милк тисел, и, конечно, антикислотные, да, для, да, и меньше, то же самое, меньше белков, больше, больше жира. коты с печеночным липидозом, печеночный, как он называется, у вас, да, вот это еще одно животное, которое прекрасно выйдет из этой ситуации, если вы начнете его кормить. Чаще всего для этих мы немножко пробофола, ставим трубочку и отправляем их домой. они, иногда это требуется месяц, конечно, это очень много работы для владельцев, вот, они просто диету размалывают до супа, вот, и мы подсчитываем количество воды тоже, чтобы это можно было все промыть, и, начиная, мы говорим, в зависимости от размера трубки, мы говорим, сколько дать им воды изначально, чтобы промыть трубку, потом, какое количество воды, то есть, процесс у нас такой, когда трубка есть, первым делом они должны взять со шприцом, попытаться что-то вытащить из трубки, потому что вы знаете тогда, осталось ли что-то в желудке, или осталось что-то, которое возвращается обратно в пищевод, и померить это количество, то есть, меньше 5 миллилитров, это нормально, но если больше, то это не усваивается все, у вас или, когда ничего не двигается через кишечный тракт, после этого мы даем питание, мы никогда не даем медикаменты, мы стараемся не давать медикаменты через трубку, потому что чаще всего это либо застревает, либо а после этого всегда промывать, с трубками, вы знаете, когда вы их устанавливаете, первым делом мы когда вы установили трубку через нос, через это первым делом дать воды, если Если они начинают кашлять, то вы, наверное, в легких вытянуть, опять поставить его куда надо. В клинике мы делаем радиограммы иногда, радиографию иногда, посмотреть, где это находится. Но я лично обычно просто подсчитываю до ребра, куда она должна дойти, трубку и все. Проверяю, если я даю воду и они не кашляют, тогда это достаточно, даем питание. Печеночный лепидоз, это очень важно, что они едят. Как только они начинают есть, все возвращается в норму. И чаще всего сами они не едят. Один из... Но я не буду вам, слишком много получится. Извините, что это на английском. В диабет мы даем еду одновременно с инсулином. То есть это разделяется на количество, сколько раз он получает инсулин, сколько раз он получает еду. И тоже регулируем, сколько он ест. То есть у нас сразу инсулин и еда начинаются одновременно, как терапия. То есть мы не ждем. И иногда... Что еще? Ай-яй-яй. Я застряла здесь. Что-то оно... Что-то не хочет. Вопрос в другом. Иногда у нас животные, когда смесь проблем. Например, собака, у которой диабет, плюс очень высокое жирное, ожирение, да. И в этой ситуации обе диеты для собак требуют высшей концентрации клетчатки. Для того, чтобы замедлить... Добавление клетчатки в диабете позволяет постепенно выход питательных веществ, замедляет абсорбцию, усвоение питательных веществ, включая углеводы. Поэтому это все немножко замедляется. У них нет такого скачка в крови сахара. Для... Когда животное слишком... В случае ожирения диабет позволяет... В смысле, ожирение клетчатка, волокна позволяют им не так быть... Да, не так чувствовать голод. И тогда легче владельцам, потому что они не постоянно требуют. Подсчитывая... Так, и мы об этом... Хотя у меня есть дальше слайд. То есть в этой ситуации все сочетается, но если у вас есть диабет, например, и панкреатит, то диеты как раз противоположны друг другу. Потому что с панкреатитом, если собака часто имеет это, то нужен поменьше волокон клетчатки, потому что вы хотите, чтобы быстро опустошался желудок, а в случае диабета вам нужно это повыше. Здесь очень трудно решить, что в данной ситуации какая болезнь хуже. Вот. Если панкреатит, он не может быть контролирован, то мы все-таки смотрим за этим и добавляем, убираем все волокна и постепенно. Да-да. Чем вы советуете кормить панкреатитом? Есть разные мнения. Обычно для собак мы добавляем волокна, клетчатку, да? То есть если это домашняя еда, например, делать им овсянку, уже поднимается количество клетчатки. Или добавить волокна, которые размельченные, или еще что-то. Для собак в основном один выбор. Для котов у нас есть два разных выбора. Один, добавление волокон, тоже как и для собаки, то есть это замедляет усвоение углеводов и поэтому стабилизирует немножко уровень сахара. Второй вариант для котов, они делают энергию из белков, потому что они плодоядные. Я должна запомнить слово. И у них метаболизм немножко другой. И если вы дадите им диету, которая очень-очень высокая в количестве белков, когда энергия из сахара, из глюкониогенесис процесса, то есть производство сахара из белка заново, то есть синтезис, да? В этой ситуации, когда белки используются для энергии, процесс медленный. Не медленный, а постепенный. И тогда энергия выделяется постепенно, и это тоже контролирует диабет. То есть два варианта для кота. Один, очень-очень высокая концентрация белков, но осторожно, если у кота, например, в последней ситуации почки нет, тогда это невозможно. Потому что тогда нужна низкая концентрация белков. То есть либо белки, либо повышаем количество волокон. А у собаки, у них другой метаболизм. Они не могут делать энергию так эффективно из белков, как коты. Поэтому у них только один вариант. Это один из примеров. Я быстренько. Это так. Если вы, конечно, в кетоосидосис, если дается трубочка для питания, то они идут быстрее домой. Очень важно, если регулировать диабет, когда вы отправляете их домой, что это стабильная диета, постоянная диета. Потому что если они поменяют то, что они едят, вам придется менять дозу инсулина. То есть невозможно будет контролировать. То есть всегда, когда вы их отправляете домой и учите их, как если они будут продолжать, то должна быть стабильная диета для этих пациентов. Панкреатит. В случае панкреатита у нас разное есть. Если это некротизинг, когда они некроз, у нас чаще всего отличный успех, но это наши хирурги ставят трубку джижун в тонкую кишку после дюлодена. И у нас прекрасные, то есть мы их спасаем таким образом. А в остальных случаях мы всегда пытаемся просто кормить. Начиная с маленьких количеств и постепенно должно быть меньше белка и меньше жира, больше углеводов. Потому что тогда быстрее опустошается желудок, конечно. Но все остальное то же самое. Конролировать, если рвота, то нужен немножко калий, клорид и так далее. Вот то, что мы говорили про экзокринную недостаточную поджелудочную железу. В данном случае, потому что они плохо переваривают, это все плохо усваивают. Всегда нужно очень качественную еду, хорошо усваиваемую еду, где усваимость продуктов больше, чем 90%. То есть это очень хорошо, домашняя диета, отлично, если они могут сделать это с балансированными. Или должна быть действительно качественная диета. Мы звоним компании, спрашиваем, есть ли у вас результаты, на какую диету их посадить. В основном меньше волокон, потому что вы хотите, конечно, чтобы все питательные вещества, которые там были, можно было усвоить. И добавляем, конечно, панкреатические ферменты. Но никогда это не возвращается к нормам, к нормальному усвоению, потому что, конечно, все с кислотностью желудка убивается. Честно говоря, мы не очень часто видим эти, я не знаю, вы часто или нет, но нам пациенты такие приходят не очень часто. Вот, ну, классическое-то. С малышами, котята. Мы обычно в этой ситуации всегда беспокоимся о том, что они, конечно, аспирация молока. Мы никогда не начинаем с бутылочки. Мы всегда начинаем, чаще всего, просто с маленького шприца, один миллилитр, и постепенно учим их, как брать сам рефлекс. И в этой ситуации вы можете контролировать, положить капельку на их язычок, контролировать, сколько они берут. И когда они действительно научатся, они этот шприц сами опустошат, запросто там такое давление, что в этот момент можно переходить на то, что немножко больше. С малышами такими важная вещь не начинать сразу с целым молоком, лучше его вначале разбавить. То есть первые два-три кормления мы разбавляем один в десять. То есть в формулу мы добавляем девять частей воды, одна часть молока, потом постепенно увеличиваем с каждым кормлением. Иначе будет диарея, и тогда вы потеряете всю ту влагу, которую вы пытаетесь обратно вернуть в этого котёнка. А второе, всегда у нас есть вот этот вот носовой детский аспиратор, я не знаю, как правильно его перевести. Это пример одной из, конечно, много разных. Это можно и свою домашнюю сделать для котят. Мы стараемся сразу их отправить домой с владельцами, чтобы кто-то о них заботился, иначе слишком много работы, конечно, для ветеринаров. Но предотвращение аспирации очень важно, потому что, конечно, это пневмония, и они погибают. Вот мы говорим сразу, чтобы они очистили носы, вот с этой штучкой, перевернуть их вверх тормашками, чтобы как можно быстрее они это всё из носика вышло. И классически они начинают как-то щёлкать в носу, вы слышите, когда у них есть мемония. То есть клиенту можно сказать, следите, если начинает слышать какой-то звук, сразу бегите к нам обратно. Вот этот слайд об этом. Парвовирусная реакция, инфекция, мы уже немножко об этом говорили, они выживают гораздо быстрее, если вы как можно раньше начнёте их кормить, как угодно. Потому что это получается так, это я слишком много сделала. Токсины, это просто немножко осторожно, когда клиенты, например, кормят слишком много печени. У меня был пациент с хорошими, вот пытались хорошую вещь сделать, но геповидами витаминоз А, вот, добавляют разные продукты. Конечно, жевательные резинки, шоколад, кофе, кости курицы, вот, это всё, ну, орехи, лук. Я знаю, что иногда даже рабочим собакам раньше добавляли лук в диету или чеснок. Вот, но это тоже уже, мы знаем лучше, что лучше этого не делать. В основном для ядовитых продуктов, которые мы видим, пищевые, растения, пищевые добавки некоторые, в основном можно вызывать рвоту. Для большинства остальных отравлений либо не вызывать рвоту, а для большинства вещей, которые мы видим с растениями, с питаниями, ну, вызвать рвоту. Я не знаю, чем вы пользуясь, мы, да, апоморфин или перекись водорода, когда что, ксилозин у котов и активированный уголь в большом доступе, конечно, это мы все чёрные, когда даём. Но у нас очень часто животные приходят либо с шоколадом, либо ещё чем-нибудь. Вот. Есть вопросы по этой части? Да. Вы про фабрику начинаете, скажите, давать свой мясо, всё-таки, у нас очень вопрос, вот такой нет, ну, значит, не только своего мяса, вот, начинается, всё-таки, либо лучше давать свой мясо, может? Мы часто ориентируемся на семьи, куда эти котята идут. То есть, если вы рекомендуете, что они едят сырое мясо у владельцев, не все на это, конечно, не все это будут делать, да. Да, да, да. Да, породистые, да, они чувствительные на всё, на всё сразу. Если она не разведена, если вы даёте заменитель кошачьего молока, вначале в основном вода, то есть, вот, один до десяти, а потом постепенно это вот увеличивать, да, они тогда лучше климатизируются к белкам и всему остальному. То есть, мы никогда не давайте целое, цельное молоко сразу, вначале много с водой. Мы даём в основном то, что ест мама. Мы, если это сухой продукт, мы добавляем воду, пожидаем пока оно всё это, потом делаем суп, и они быстро всё начинают это есть, потому что они видят, мама ест. В основном они уже к всем этим белкам и всего привыкли, потому что они это видят в молоке мамы, и тогда легче. То есть, обычно то, что мама ест, мы добавляем воду, разбавляем и постепенно начинаем это кормить. С точки зрения самого мяса, это небалансированная еда для котят. То есть, это полезно, как белки, но это не хватает всего остального. Вот, то есть, если всё равно нужно витамины, кальций, как минимум, им не нуждается, то есть, надо посыпать кальцием и всем остальным. Потому что фосфат у вас в белках, а кальция не хватает. То есть, если вы даёте такую еду, начинать постепенно, маленькие-маленькие количества, разбавлять водой, пока не там мордочкой, вот, и постараться, чтобы это было сбалансировано. Честно говоря, мне легче всего мамину еду дать. Вот. Они усваивают варёное мясо, и это буквально 10 минут, 5 минут, 8 минут, и всё. Усваивают быстрее. И, как мы говорили, мясо, оно сидит в желудке дольше всего. И если у неё это, то она может быть просто к этому чувствительной, как индивидуальной. Если его сварить, он немножко быстрее переваривается. Если вы его размельчите, то оно ещё быстрее проходит дальше в кишечник. Тогда может быть легче немножко. Это мы уже немножко прошли, по-моему, сейчас. Это лист, список наших этих. Так.